Приветствую вас, друзья! С вами Виталий и строительный канал «Строй17». Завершили монтаж силового каркаса на одном из наших объектов. Это у нас реконструкция офисного помещения площадью 450 квадратных метров. В качестве технологии была выбрана всем известная традиционная каркасная технология за счет своих очень хороших теплотехнических свойств, а также быстроты монтажа. Так как сроки, поставленные заказчиками, у нас минимальные. Также другим свойством, которое повлияло на выбор технологии, это сравнительно небольшой вес будущей нашей настройки. Так как проектировщиками была дана рекомендация не нагружать существующее здание, которое довольно-таки старой постойки, около 50-х годов. Сегодня я хочу провести видеообзор по устройству силового каркаса нашей настройки. Ребята, начали монтаж стропильной системы. Кровля у нас будет на данном объекте фальцевая. Но сегодня я буду вести разговор по поводу силового каркаса, именно стен. По кровли я расскажу в следующем видео. На данном объекте мы совместили два типа каркасных технологий. Это американский тип и скандинавский. На видео хорошо видно, что у нас в окнах сдвоенные балки. Это американский тип сборки каркасных домов. А сверху под верхнеобвязочным брусом видно ветровую доску, или ветровой ригель, как его еще называют. Это один из элементов скандинавского типа сборки. Так как парусность будет достаточно большая, поэтому мы конструкцию нашу и усилили. Хорошо видно, что на фасаде у нас будет четыре больших окна на несущей стороне. Поэтому между оконными балками мы сделали устройство в виде развязки ферм. А также укосинами. С данной стороны хорошо видно наши две укосины. Сборку каркаса стен мы начали в первую очередь с подготовительных работ. Это усиление наших парапетов по всему контуру нашего помещения. Так как здания достаточно старой постройки, парапеты были уже разрушены. Поэтому мы их демонтировали и заново выложили по всему периметру усиленным кирпичом. То есть в каждый ряд мы закладывали кладочную сетку. Шпильки для монтажа нижнего обвязочного бруса также закладывались в кирпичную кладку. На момент ее реализации. На глубину 50 сантиметров. Нижний обвязочный брус мы не стали делать сдвоенный из двух досок сечением 50 на 150. А уложили цельный 100 на 150. Это было сделано для того, чтобы не было у нас дополнительного мостика холода, который бы образовался между двумя досками. Маурлат зафиксирован шпильками с расстоянием около одного метра. Сделав расчет по нагрузке, этого в принципе было достаточно. С данного ракурса хорошо видно наше усиление. После завершения монтажа обвязочного бруса мы приступили к монтажу всех угловых стоек. Вот она перед вами, ее хорошо здесь видно. Угловые стойки состоят из трех досок 50 на 150. Сбитых друг с другом. На видео видно, как одна доска у нас выступает. Это было организовано специально для того, чтобы было к чему с внутренней стороны нам прикручивать внутреннюю отделку. Чтобы убрать дополнительный мостик холода, который образовался у нас между двумя досками, мы проложили теплоизоляционную ленту. Мы везде ее прокладывали. Там, где у нас имеются сдвоенные элементы брусьев. На внутренних несущих стенах образованы немножко другого типа стойки. В виде теплого угла. В эту полость будет дальше закладываться у нас утеплитель. Шаг между стойками у нас ровно 60 сантиметров. Монтаж производим на анодированные уголки и на универсальный желтый саморез. Сейчас хорошо видно, как устроен у нас дверной проем по американскому типу. И наша ферма, которая разгружает наши два дверных проема. После того, как были смонтированы все стойки, сверху-сверху мы разместили наш ветровой ригель. Как только мы смонтировали его по всему периметру нашего здания, сразу жесткость уже конструкции довольно-таки хорошо улучшилась. Сверху можно увидеть уже уложенные балки перекрытия. Я о них сегодня рассказывать не буду, так как это один из элементов кровли. Данное помещение нашей настройки имеет довольно-таки большую площадь. Его площадь 160 квадратных метров. Это будет полноценное помещение без перегородок, то есть большая комната. Поэтому нами были запроектированы колонны и фермы, на которые будет непосредственно опираться наша кровля. Их хорошо видно на видео. Стыковку деревянных элементов стараемся делать по ГОСТу, соблюдая ДНН. Перед вами вид со двора. Сверху я забыл вам рассказать синего цвета. Это у нас накрытие. Ребята сейчас его убирают. Мы накрывали по балкам нашу надстройку от осадков дождевых. Сейчас мы ее убираем и уже приступим непосредственно к монтажу нашей стропильной системы под фланцевую кровлю. Спасибо за внимание. С вами был Виталий. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. На все ответим.